14 апреля 2018 года Хочу зафиксировать с вами одно событие. Одно событие, которое означает то самое начало, которое так давно ожидаемо. А именно, начало всего, что последует в ближайшем будущем. Сегодня ночью, в ночь с 13 на 14 апреля в бункера судного дня заехали первые партии людей, которые надеются выжить в нашей войне. Об этом нигде не было объявлено, но завезли первую партию тех счастливчиков, которые должны будут спастись во время судного дня. Итак, в ночь с 13 на 14 апреля первые партии первых бункеров судного дня заполнились людьми. Небольшая паника, ажиотаж. Некоторые бункера, а надо сказать, что практически все бункера находятся, те, которые были заполнены сейчас, в эту ночь с 13 на 14 апреля, они находятся в горах. Сами бункера, они высоко в горах находятся, и у них даже есть возможность видеть, что на поверхности. То есть высота горы сделала допустимым, чтобы сверху стояли такие, ну своего рода окна, можно так назвать. Это стекла, которые дают возможность увидеть свет, есть он или нет, и что происходит на поверхности. Это, конечно, как бы на верхушке горы, и вот там оттуда можно увидеть. В самих же бункерах есть просто свет, и нет никаких окон. Двери там тяжелые. Двери очень тяжелые, и они закрываются с большим трудом, поскольку они металлические. То есть система вот этих металлических дверей, причем не автоматизированных, их можно использовать как и автоматические, с применением энергии, но не всегда будет энергия, поэтому их используют. И сегодня они были опробованы без автоматического режима. Паника. Небольшая паника, конечно. Люди в ажиотаже, люди потеряли свои семьи и разошлись в разные места, потому что было заполнено сразу несколько бункеров, и, скажем, даже два бункера находятся в одной горе. И вот здесь разделились случайно, поскольку, когда собирали людей, не всех забирали, скажем, всю семью из одного дома. Кто-то гулял, кто-то еще где-то. Это же была пятница, уже на субботу люди пошли отдыхать. Что скажу я вам, что это означает? И что вы увидите в ближайшее время? В ближайшее время, в принципе, вы для себя не обнаружите ничего особенного. Почему? Потому что многие наши правители создали себе клонов. Это ведь не только Путин, который создал себе клонов, но там уже, правда, давно, видите, с 2002 года его заменяют клоны. Если не сказать, с 1998 года у Путина есть клоны. Это особый человек и особая субстанция. Об этом мы потом еще как-нибудь поговорим. Сейчас я хочу сказать и зафиксировать именно вот это событие. В ночь с 13 на 14 бункера, первые бункера судного дня были заполнены людьми. Что я вам хочу сказать? Здесь мы не увидим врагов. Здесь вообще врагов нет. Здесь везде те же самые люди. И будет, конечно, когда будет война, то мы не будем знать, а где враг, а где свой. И очень трудно. И, кстати, очень что-то серьезное готовят с тюрьмами. Там народ просто как бочки в селедке. Их очень много людей. И что-то с ними будут делать. Что? Я не совсем поняла, что это такое. И почему это так. Но народ из тюрем, кажется, готовится выпускать. Просто открыть двери всех тюрем. Ну, это то, что я могу вам сказать. Насколько это близко к нашим сегодняшним событиям, может быть, это в ближайшем будущем еще будет. Однако же, это вот-вот уже на готове. То, что бункера сегодня заполнились, это точно. То, что в тюрьмах, это может быть еще какое-то время. То есть тюрьма, двери тюрем откроются все. И все рецидивисты выйдут на поверхность. Готовьтесь. Готовьтесь к тому, что будет анархия и паника в стране. Готовят действительно судный день, когда люди должны будут руками друг дружку убивать. Просто убивать. И не будет ни врага, ни близкого, никого. Люди без разбору, одураченные, а зомбированные будут всех убивать. Потому что включат ретрансляторы, которые будут на вас влиять. А сами, сами вот эти самые правители, они, конечно, побегут в бункера. Они там спрячутся, они там останутся. А вы будете думать, что вы со своими правителями. Однако же у вас будут только их двойники, которые могут также погибнуть вместе с вами. Но вот это, пожалуй, единственное, что я хотела вам сегодня сказать. Проснулась с этой мыслью, что надо зафиксировать события, потому что начало уже положено. Началось. Причем не просто там подготовка, а уже конкретные действия. И я вам напомню, один из основных бункеров судного дня, куда поедет все правительство Европы. Это Гаттарский тоннель. Там большие города, которые находятся внутри тоннеля. Его строили много лет для того, чтобы максимально обеспечить комфортом. Но сегодня в ночь заселяли не этот тоннель. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok